друзья мои пока не стемнело я все-таки должен попросив прощения и разрешения у бога за одним посоветую с богомольными старушками физической церкви я хочу закончить именно сегодня эту передачу потому что спасая деревья от дебилизма я надеюсь сделаю богоугодное дело и так посмотрите красота какая вот когда у человека не дай бог даже говорю по слову не дай бог знаете почему для бог у него будет такое дерево он обязательно уничтожит ему может послать бог вот такую красоту как смотрите сюда подходит человек он прочитал у нас до сих пор еще читают и видят много ролики а там режешь решишь он бедный несчастный понятия не имеет как резать что резать есть там с разъяснениями но главное большинство не уникает его им нужно резать ну как минимум коротятся вспомнить что есть ветки надо отрезать растущие вниз ветки растущие внутрь ветки растущие пересекающиеся ветки эти что я упоминал вертикальные волшки нижние скелетные ветки то есть вот это все надо было уничтожить свое время вот когда в ярусе их много вот видите сколько их у нее тут что не больше трех так и пишут вот надо резать и обязательно кольцо и вот смотрите насколько хрупок этот мир вы видите да вот она была обрезка обрезка была сделана настоящий видите остается по железу и почки отсюда взята веточка на прививку так но и видите какой страшный урон причинен саженцу или не видите отсохла все что ли внимание поняли мертва вот рядом живая потому что ей повезло аначе дальше а теперь представим себе что я же я тоже мог на прививку взять хорошо тут взята всего одна но вы поняли весь этот ужас вы поняли что вот эта хрупкая все скажут да у вас жесткий климат мягком климате она бы не умерла а давайте вспоминать как на кубани лет пять-шесть назад караул виноградники померзли все померзло то померзло то померзло показывает этих растерянных этих с градусниками ходят на уровне земли минус 30 и дальше при столько процесс уже еще в середине зима уже говорят что половина яблони померзла половина груз померзла ну там процентах 30 70 как они умудряются зимой что давить не да но тихий ужас и что вот этот абрикос при их них я у них настолько это еще супер моростойкий сортар самый роскошный мире и в то же время сам армастойки в мире как это уже вопрос другой вот мне нравится анекдоты рассказывать один из них звучит так значит весь курс сдает на двойке остался последний студент профессор злючий спуску не дает никто ничего не учил последний студент со страхом заходит знаю что сам ничего не знает и профессор ему говорит умоляю только на один вопрос ответьте я вставлю тройку и пошел ты это вот дебил вот заранее уже знаю что не ответит говорит скажите что такое крупное морское животное воздуха дышащиеся вот отвечайте тот недолго дома отвечает шестиногий семи рук у профессора очки выпали он в ужасе посмотрел на город а что это такое а это второй вопрос господин профессор и протягивает зачетку вот так на один он ответил и вот вот этот дебилизм процветает у нас смотрите сюда здесь то уже безобидней не бывает но отрезана по всем правилам но даже за это самое если бы я отрезал вот тут выше вот как вот здесь допустим вот это вот и не отрезал допустим здесь шансов что она живет было бы больше все-таки подальше от этого от от развилки но зачем мне верхняя часть на прививку это страшная вещь когда верхнюю часть советуют на прививку и берут на прививку но это уже вопрос развития садоводства когда привыкнут брать нижнюю часть вот эту вот вот эту вот эту тогда у нас будут привитые сады но это уже другой вопрос господин профессор так ставьте мне эту тройку хотя бы железу так вот он мне никогда такой вопрос не задаст потому что он и она не знает вообще эту тему профессора вот знаете когда у человек с ученой степенью 1 2 3 пишет абрикосы нуждаются ежегодные обрезки ужас идиотизм дебилизм я вам сейчас из последних сил я буду убивать эти крышку гроба этого дебильного садоводства современного вот такими примерами вот еще раз угроблена угроблена ладно переходим к следующему вот а чем этот хорош давайте на него глядеть 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 здесь тоже отрезались тоже отрезались вот обойдем его со всех сторон они придраться ли к чему-нибудь так неужели нашелся хоть один абрикос которому я не могу привести придраться ну хорошо все равно нашел и так значит посмотрите вот здесь было отрезано так отрезано вроде нормально тут маленького тут тут почечка была но она уже сгнила под почечку все вроде правильно и начало процесса началось вот я даже сразу скажу дело в том что вот это вот амур вот написано только вверх ногами амур это я к тому говорю что это самый надежный абрикосы более роскошные вот это академик мне морской несколько градусов ниже вот мы и пришли вот к этому а теперь идем к абрикосу под названием королевский он надежен он у меня 30 лет посмотрим итак что мы видим я честно говоря даже не ожидал от него такого он у меня является маточным деревом что такое маточное дерево посмотрите сколько с него срезано да а я всегда говорю маточные деревья видите 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 это жертвенные деревья жертвенные вот и что мы видим по наотрезал вроде дом дом рядом вот греет немножко ветра тут не так много как других местах обратите внимание на отрезал столько что эта ветка вся погибла вот развилка вот ветка светущая он она удивительно вот там все на три зала тоже это еще раз берем маточное жертвенное дерево обратите внимание как тщательно отрезано кроме двух трех почек всегда отрезаем без оба ну может быть четыре видели вот она еще жива сказать что она благополучно ну рука не поднимется мертвая мертвая вот она полу живая еще раз говорю я вынужден ради пропитания ради того чтобы растить новое поколение калечить деревья но я представьте себе что кто-то специально уговаривает заставляет миллионы садоводов заниматься этим гиббилизом но вынужден я вот смотрите сюда он видите ветка сухая вот это живая хотя она вся та же искалечена вон они видели да а вот это на фоне неба она мертва вся опять до развилки ну уж какие еще доказательства нужны ну какие ну что вы это творите то те кто это учит убивать я убиваю от того что это наполовину от нищеты продавая наполовину от для того чтобы развивать садоводство эти же продавая вот персики ну персик чаш ну конечно такая нежная вещь конечно же пиваши персики должны это помереть если их резать ну во первых резать считается совершенно безобидным занятием абсолютно кстати вот эти вот потери да это я вернулся королевском а это еще смотря тому что и сорт надежный и веточки отрезаны то это далеко на периферии от этого штамба вот кстати штамп видели как уже изувечено это тоже следы ведь каждый раз когда мы делаем дети апологеты садисты чертовы когда вы делаете ран столько туда идет холод туда снижается общее запомните любая рана уже конечно любая рана вы никогда не найдете ни одной раны у меня на штамбах вот раны на кольцо но даже эти раны снижают морозокость даже это почему вы губят миллионы деревьев специально вы или в кабинетом не выходите вы прочитали чтобы у девятнадцатом веке эти же самые выписаны может быть 17 века эти специалисты выписаны из голландии учили садоводство еще не представляю что какие морозы в россии вот вот любуйтесь все живо живо почему веточки не брал пробовал я себя перехитрить знаете как я пробовал перехитрить очень просто думаю а буду я отрезать сразу не по маленькой веточки а заметьте сразу раз ветку вот такой метр полтора она не дам допустим 30-50 веточек и сразу их а сделаю одну общую рано вот одна общая рано он одна общая рано вот начал уже хитрить как бы я не хитрил ну и чё ну мертвая видите здесь распускается уже я уже в темноте показываю потому что на фоне неба чтобы видно было а здесь не распускается вот здесь меня миновало вот здесь когда срезал сразу так что потом с отрезанной ветки посрезать все приросты а здесь мертвую 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 вот несета правило ведь эти персики уникальны а я их калечу вы представляете вот такая же история была у меня телевидения как раз вот на этом показывал примере вот я ее вот замазал все путем вот она мертвая ветка вот это еще жива это основание молодежь а это уже мертва вот что делается вот мертва ветка вот тут я брал ветку на это на прививку вот она мертва теперь надо делать санитарную обрезку но когда я буду делать санитарную обрезку я буду оставлять пенечки запомните железо против никаких обрезок на кольцо 100 процентов пусть она вот этот участок будет мертвый но отрежу тут пусть я это будет сухо это все равно рано будет более обидная менее болезненно чем когда я сделал большую рану прямо на этом на штамбе вот все что я хотел сказать еще один гвоздь вот и когда скажите мне на милость когда одна из сотен моих пока последователей крайне мало их там один из тысячи один из десяти тысяч почему количество просмотра вот этих фильмов я уже жал все вам не раз вот прошло несколько месяцев 300 500 некоторые каким-то чудом тысячу набирают просмотров а упала гетто обрезок сотни тысяч миллиона тут нам не победить человек пришел на рынок есть просто вежливо послали вот а люди умнеют как мне что понравилось присылает ролик человек просто взял вот так же как это у меня обыкновенный фотоаппарат он может видя камера может просто также фотоаппаратом снимал а может даже телефоном весь процесс заснял сидит целая бригада огромное количество саженцев выкопанных лежат в виде этого куча огромный горшки стоят сотни а все их явно тысячи и они весной явно предпродажная подготовка они их садят в горшки и эти горшки выставляют на везут сразу на продажу ребята умоляю вас уже одна женщина говорит что я чуть морду не набили так образно когда нам по моему совету выдергивала эти же свеже посажены это же подлость предательство вот потому что привезет горшок вытащить низкома в земле а вытащить с голыми корнями это факт дергайте рискуя получить померде по морде дергайте дело в том что факт то что я увидел уже был шок это не тебе не не какой-то этот холтурщик десяток на рынок вывезет там свое подворье это целая организация работает над этим роликом то есть не над роликом над этой самой над этой подлостью предательством весной а потом правда тут же я видел еще один ролик там тоже думал неужели также смотрю и земля черная вроде как там нету травы значит вроде бы как не там что оказалось непонятно обмануть или не обманывает почему потому что начали думал хихи как раз говорит что выращены в горшках там какой-то специалист да вот а потом взял за основание саженца и прямо горшок такой ну килограмм на 7 и месяц горшком он поднялся вроде бы получается что в горшке выращена но почему сверху земля с рыхлая без единой травинки мне непонятно вот так друзья мои дергайте 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 потому что иначе этот только спросите разрешение чтобы не шлопотать за испорченный саженец и опозоренного продавца вот так вот сколько нам еще предстоит узнать а вот видите ну что скажу давайте заканчивать разговор темнеет я отвел душу тем что среагировал на вот эти самые последние статьи режьте зимой урожай прибавится представляете страшные раны ветки отсыхают урожай прибавляется только если он предсмертный еще раз говорю вот это страшное заблуждение как как умудрились как не понять что урожай увеличится откалечения только в случае если дерево собирается